Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Емири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет, что в моей косметичке. Косметичку я приобрела недавно, и, конечно же, она розового цвета, вернее, взяла две, одна чуть-чуть побольше. Там у меня уходовая косметика, а здесь декоративная. Вообще, в последнее время заметила, что практически не снимаю для вас видео на косметические какие-то темы, поэтому решила это исправить. В общем, если вам интересно, что в моей косметичке, то обязательно оставайтесь вместе со мной. Давайте для начала вообще покажу, как она у меня выглядит. Здесь, значит, вот такая штука, которую можно вынимать. Она предназначена для того, чтобы косметичка не теряла свою форму. Здесь у нас есть зеркальце. В нее можно, в принципе, краситься, но не очень удобно на самом деле. И здесь есть вот такие вот проемы, куда можно класть карандаши или какие-то помады. Но мне, если честно, удобнее все вываливать вот сюда, а потом копаться. Даже не знаю, с чего начать. Давайте начну с самого любимого. Это, конечно же, тени. Я просто обожаю тени, хотя иногда вообще ими не пользуюсь. Мой макияж обходится без теней, но я очень люблю именно их покупать, коллекционировать. У меня, значит, есть четыре такие палетки. All About Roses, All About Nudes, All About Grace и, по-моему, Toffee. Это моя любимая All About Roses, хотя я розовые оттенки, если честно, не очень люблю, но в данной палетке они просто замечательные. Сейчас я буду делать вам сводчи, но не всех вот прям оттенков, а любимых. Этот оттенок я вообще использую как хайлайтер. Малейшего коса недостаточно, чтобы получить вот такой вот пигмент. Давайте сделаю сводч. Вот так вот. Не могу сказать, что прям держатся 24 часа, но, в принципе, да и зачем, чтобы они держались 24 часа. Я же не собираюсь два дня ходить с макияжем. Мне эта палетка нравится, она у меня часто в использовании. Я люблю тени именно таких нейтральных оттенков. Какие-то термоядерные тени я практически не использую в своих макияжах. Далее, значит, мой любимый хайлайтер от Makeup Revolution. Если вы смотрите мои видео, то вы видели, что я купила 5 таких хайлайтеров по цене одного. На сайте Revolution Beauty были скидки аж до 70%, поэтому я взяла себе сет, который стоил 10 фунт стерлингов. И там было 5 хайлайтеров. Мне вот прям хочется целыми днями делать сводчи. Я не люблю хайлайтеры именно с золотым свечением. На первый взгляд мне показалось, что здесь тоже какое-то золотое свечение. Также очень нравится и дизайн, и упаковка. Слышала от девочек, что очень хлипкая упаковка, ничего подобного, очень даже красивая. Единственный минус, что вот этот вот рефил, он вываливается. Вот. Просто его нужно приклеить. Я все планирую это сделать, но постоянно забываю. А так, в общем и целом, все хайлайтеры меня полностью устраивают, а это у меня просто любимица. Артикул, к сожалению, вам не скажу. По-моему, у них даже их нет. Вообще, по идее, нужно было начать с тонального средства, но я, как всегда, бегу впереди паровоза. Его я приобрела сравнительно недавно в магазине Miniso. Он, конечно, плотный, но я бы не сказала, что прям так долго держится. Не могу сказать, что я в восторге от этого тонального средства, но оттенок мне подошел идеально. Но если вас устраивает этот момент, то покупайте. Стоит он что-то в районе 5 монат, может, со скидкой 5. Называется он Hydro Light Foundation 1 плюс 1. У меня самый светлый оттенок, как и, впрочем, всегда. Раз мы заговорили про тональный, давайте покажу вам еще такой вот консилер от компании Note. Его я тоже показывала в своих видео, очень мне нравится. Это в оттенке 04. Я ненавижу тональные средства, которые уходят в какой-то желтый цвет или розовый. А этот просто мне идеально подходит. Давайте здесь сделаю сводч, посмотрите, насколько он белый. Стоил он 5,50 или 6 монат. В зависимости от магазина, в котором вы будете его приобретать. Но здесь очень мало продукта, но, в принципе, уже на протяжении месяца я им пользуюсь. Причем активно, почти каждый день. Новиночка. Это вот такая тушь. Не помню, показывала я вам в видео или нет. Это от компании Ideal Privat Label. У меня также есть тональная основа от этой марки. Дело в том, что у них 70% скидка на всю продукцию. Это не оставляет меня равнодушной. Поэтому я бегу, пробую что-то новое. В принципе, неплохая тушь. Начальная ее стоимость 19 монат. Но я ее купила с 70% скидкой. Не могу сказать, что я прям в восторге от этой туши. Все-таки моя любимая тушь от Maybelline, которая вот эта желтого цвета, она все-таки лучше. Но, опять же, на любителя. Если хотите, то обязательно попробуйте. Пройдемся опять по теням. Я просто очень люблю тени. Если среди вас тоже есть люди, которые просто покупают тени и даже, может быть, ими не пользуются просто для коллекции, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно, я одна такая больная или нет. Они сатиновые, имеют мелкие блестки. Смотрятся неплохо. Из серии Quattro. Давайте вам сделаю сводч. Я на камере поставила максимальную яркость. И поэтому сводчи передаются даже немножко с искажением. В следующий раз я учту этот момент. Либо буду просто переснимать. Обычно такие ролики у меня получаются где-то с третьего или с четвертого раза. В общем, неплохая палетка. Очень бюджетная стоимость. Очень часто бывает на Beauty Home продукции Essence. Продают за копейки просто. Я ее купила, вот эту палетку, за 49 российских рублей. Далее мое разочарование. Купила вот такие тени от Floormar. Они стоили 8 монат. Здесь вот я еще буду в рублях вам писать, чтобы всем было удобно. Почему эти тени являются моим разочарованием? Я могу объяснить. Когда я их приобретала, к сожалению, тестера не было. И здесь сверху было такое золотое напыление. То есть такие золотые крупные блестки. Я спросила у консультантки, что это всего лишь напыление, которое сверху, или все тени состоят из таких блестков. На что она мне сказала, что это просто такие блестящие тени. Если даже я буду ими каждый день пользоваться, это напыление не сотрется. К сожалению, это оказалось неправдой. Это обычные шиммерные запеченные желтые тени. Никаких здесь блесток нет. Даже и не пахнет блестками. Не сильно заметно. Давайте я вам на слою, чтобы на видео было это заметно. На самом деле красивые блестки, но не то, что я хотела. Не то, что я искала. Далее, что у нас здесь осталось? Давайте еще пройдемся по помадам. Далее я хочу вам показать вот такую вот матовую помаду от Golden Rose. Это в оттенке 19. Я почему-то думала, что она будет намного светлее. Вот давайте я вам сейчас сделаю сводч, и вы поймете, о чем идет речь. Когда эта помада засыхает, она становится темнее, нежели в тюбике. Ну, подобного оттенка у меня не было, поэтому ничуть не жалею. Вот посмотрите, вот в тюбике она намного светлее, нежели вот на коже. Еще она не высохла. Когда она подсыхает, становится еще темнее. Поэтому, когда вы берете эти помады, жидкие матовые помады от Golden Rose, то обязательно учитывайте этот момент. Лучше возьмите на пару тонов светлее. Я об этом, к сожалению, не знала. Но, в принципе, этот оттенок тоже очень красивый. Его тоже я использую. В самом Golden Rose точно знаю, что она стоит 8 монат. А так, в других магазинах можно и подешевле купить. Почему именно я брала, я не помню, к сожалению. Далее, значит, это уже не матовая помада. Это от Catrice. Это блеск лак, как он правильно называется. Я обычно наношу контур для губ, затем вот эту вот помаду. Ну, знаете, под настроение. Иногда мне бывает хочется что-то вот матовое, а иногда блестящее. В принципе, мне она нравится. Наношу потемнее немножко контур, затем заполняю губы этой помадой. Получаются такие пухлые губки. Кстати, вам покажу сейчас карандаш, который я использую вместе с этой помадой. Вот он. С сайта Алиэкспресс. Покупала я сет. И, как видите, активно пользуюсь тремя карандашами из этого сета. Остальные передарила. Раз мы уже начали говорить про помады, давайте покажу вам еще пару помад. Одна из моих любимец, которая появилась сравнительно недавно, это помада от Гош. Купила я ее на Beauty Home. Сейчас тоже она на скидках. Вот такой вот необычный формат. У меня такой помады, кстати, никогда не было. Она вот так вот выкручивается. В принципе, здесь продукта немного. И она расходуется очень быстро. Поэтому надо было брать две. Она с такими мелкими-мелкими блестками. Я уже не знаю, где делать сводч. Вот. Она такая полупрозрачная. Так вот переливается она. Очень миниатюрная. Удобно носить с собой в сумочке. Плюс очень красиво смотрится. Единственный минус. Она как-то вот так вот странно болтается. Не знаю, с чем это связано. Может, при транспортировке она как-то сломалась. Но не суть. Пользоваться можно. Мне нравится. А это самое главное. Далее, значит, помада от Essence. Это из серии I Love Cake Pop в 17-м оттенке. Тоже красивый цвет. Вот такой вот. Весенний, можно так сказать. Редко использую, но специально включила в косметичку, чтобы я ее чаще видела и чаще использовала в своих макияжах. И последнее от Essence, что у меня есть, это вот такой вот карандаш. Поначалу он мне совершенно не понравился. Я делала распаковку, снимала для вас видео и говорила, что этот карандаш мне совершенно не понравился. Потому что он очень жесткий. Но сейчас я понимаю, что это огромный плюс. То есть он не растекается. Он очерчивает очень красиво контур губ. Вот. Получается очень красиво. Хотя он вообще не заточенный сейчас. Пудра от Catrice. Раньше не использовала, как вам ранее говорил, пудру. Но сейчас понимаю, что длительность макияжа продлевает именно пудра. Слегка припудриваю лицо после того, как наношу тональное средство. Без тонального средства просто так пудру я никогда не использую. Осталось здесь совсем чуть-чуть. Это два продукта из проекта Project Pen. По этой наклеточке вы можете узнать. Наверное, сегодня или завтра сниму вам апдейт. Уже собираюсь где-то месяц. Все, руки у меня никак не доходят до этого видео. Это тени от Belle. Просто я этот оттенок вечно использую для бровей. Правда, вам на видео кажется, что он какой-то синий. На самом деле, это серый цвет, который идеально подходит под мои бровки. То есть, это не черный какой-то угольный. Это не оттенок, который уходит в какую-то рыжину. Мне идеально подходит. Вот именно из-за этого оттенка он у меня постоянно в косметичке. Бюджетная косметика, но в то же время очень хорошая. А это румяшки от Catrice. По-моему, это оттенок Flamingo. Здесь вы можете заметить, что вот этот хайлайтер, он уже заканчивается. То есть, здесь видно такая ямка. Потому что я его активно использую просто как тени на все подвижное веко. Обожаю просто эти румяна. Но они какие-то бесконечные. Вот посмотрите, я делаю слотч. Они очень слабо пигментированы. Немножко замыливаются. Но я люблю подобный формат. И последние два продукта, которые остались у меня в косметичке. Это тени от Catrice. Просто белого цвета. Из серии Matte. Я их использую не как тени, а просто как прозрачную пудру. Очень странное применение теней. Но они с этой целью справляются на ура просто. А это бальзам для губ, который я использую уже каждый день. Раньше я бальзамы просто коррекционировала. Последнее время просто подсела на них. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эйка Эмили. Всем пока!